Что мне бы хотелось еще отметить небольшим вниманием. Проблема в том, что работая с Международным институтом Центра азиатских исследований ЮНЕСКО по Сыгнакскому проекту, я хотела, в частности, речь шла о костюме. И всплыл проблема перевода знаменитых источников. Это прежде всего Клавихо, поскольку время сопредельное с ордынским временем и по моде мы прослеживаем. Ну и, соответственно, когда я прочитала оригинал Клавихо, соответственно, вопросы перевода Рубрука и Карпини. Я хочу акцентировать ваше внимание вот на сюжете, когда описывается пир, вот описывается, что ограда была сделана из красного ковра. Это академический текст, на который все любят ссылаться. Там точно так же и по костюму. Я просто открыла текст недописанной статьи. Если мы возьмем оригинал, то в оригинале есть фраза «уна детапетет кременсин». Если было бы красный цвет, это звучало бы по-испански как «уна детапетет рохас». Кременсин — это торговая марка, выражаясь современным языком, ткани, окрашенной кошенелью. А Клавихо очень хорошо разбирался в моде, он был коммердинером королевским, соответственно, он обращал внимание на такие детали. Подговаривать термин «кременсин» он имел в виду «дорогущий ковер, редчайший», а не просто красный ковер. Хотя кременс, кошенель дают красную гамму. Если почитать описание головных уборов, вот о тех, о которых я сегодня говорила, у Руброка и в особенности в Карпине, то там будет еще веселее. В переводе с латыни так получилось, что 20 лет я занималась греко-римской античностью, соответственно, у меня знание латыни отличное, с правом преподавания. Я была в шоком состоянии, когда то, что в русском переводе идет как «бокки», в оригинале звучит как «корона». Я была в шоком состоянии, когда то, что в русском переводе идет как «бокки», в оригинале звучит как «корона». А господин Карпине был выходцем из европейской среды, и он описывал тем словарным запасом двор, куда он попал, исходя которым он владел. Так вот, что было для европейца «корона»? По этому поводу готовится статья. Я считаю, что это были каркасные головные уборы, далеко не похожие ни на «боктаг», ни на тот каркасный головной убор, который показал и серебряную головную боку, и мукировскую, и павлодарскую боку. Это было нечто другое, и оно существовало на такие типы головных уборов, тоже зафиксированные иконографией. Поэтому, говоря и завершая свой доклад, я бы хотела бы, что когда мы говорим о нарративных источниках, то прежде всего нужно оперировать оригиналом. Потому что, насколько я могу судить по латинскому тексту, по испанскому тексту, переводы не всегда достаточны. Мы часто оперируем именно русскими переводами. Моего знания арабского языка достаточно, чтобы понять, насколько сложно переводить арабский или персидский, ну, фарси, я не знаю, источники. И даже если, вот, казалось бы, избитая латынь вызывает такие проблемы, и это вот Кремесин, который я упомянула у Клавихо, это не единственный сюжет, там таких много. И описание тех же головных уборов в том числе. Необходимо возвращаться к адфондеск, то есть к источнику, именно к оригиналу или параллельным текстам. Потому что цитирование в плане анализа того же костюма источников русского перевода в данном случае не выдерживает критики. Спасибо за внимание большое. Большое спасибо, Татьяна Николаевна. Вы ближе к завершению нашей конференции подняли такую большую проблему, о которой наши исследователи только осторожно-осторожно подходят. К тому, что некорректные переводы, существующие основных наших источников, и необходимость повторного возвращения. Это очень большая, действительно комплексная проблема, к которой мы только-только подходим. Большое спасибо вам. Для меня это очень важно, потому что я заканчиваю исторический факультет. Я принадлежу известной Харьковской школе научной. И без понимания нарратива мы не можем никаких гипотез строить. Понимаете? Я согласна с вами полностью. И мои знания латыни и европейских языков к вашим услугам. Большое спасибо. Большое спасибо. Очень рады. Продолжение следует...